здарова у микрофона кусок зайца и это очередное видео из рубрики золотой фонд игр знаете люблю я порой по ностальгировать поиграть в старые но очень шикарные игры будь то отечественные игры или игры пендастане ну вот такой вот я любитель и ценитель и в этом видео ностальгировать будем продолжение x машины в игре под названием x машина meridian 113 довольно головокружительный успех первой части взбодрил студию торгем games настолько что они незамедлительно принялись ваять продолжение игры вышло данное продолжение 18 декабря 2006 года то есть почти через год после выхода первой части ну что же я вам скажу игра не зря в свое время получила достаточно высокую оценку в 72 процента одобрения от одного из старейших и крупнейших на то время игровых порталов постсоветского пространства под названием absolute games именно на том портале в свое время публиковались фактически все рецензии еще по моему до игромания и должен сказать что разработчики проделали довольно внушительную работу над ошибками продолжение своей игры но по правде сказать багов они завезли почти столько же сколько и убрали до повреждения автомобилей при выезде из городов пропали но вот монстрозность авто куда-то улетучилась пропало то ощущение именно вождение монстров на колесах но нет его больше самое первое что бросается в глаза это разительное уменьшение автомобилей в игре meridian 113 тому же по сравнению с первой частью тут машины что называется из папье-маше но видимо не зря главный герой ищет ле канаду и городок эдмонтон и у них все ле и ля это все как бы намекает на картонность техники ну вы знаете откуда это пошло до выехать из города и потерять почти всю прочность авто от пшивого бандита легко нет не так ле легко к тому же стоит отметить что разработчики вели критические попадания в автомобиле да теперь любой шармыга может вас ушатать несколькими меткими попаданиями в бензобак вашего грузовика а учитывая что мелкие мафынки такие мелкие а у больших мафынок бензобак на уровне глаз этих мелких мафынок то готовьтесь летать на реактивной пердельной тяги к сатурну и обратно будете вы регулярно ну если осмелитесь пройти эту игру но должен сказать что все за то что мы любили экс-машину именно первую часть осталось и более того разработчики даже добавили кое-какие новые пушки и модули а также пару новых финтов ну и пасхалок не меньше дали возможность начать с вшивой машинки и закончить на миротворцы хоть он и обмельчал ах да структура сюжетной линии претерпела изменения весьма существенные к лучшему это или нет ну кому как теперь нет вариативности прохождения есть только один вариант исхода событий и . но тут думаю ключевым фактором стала скорость которой игра отделалась разработчики так хотели по-быстрому выкатить обновление на волне всеобщей любви к первой части игры что решили пожертвовать данным финтом игры и сделали ее линейной но лично на мой взгляд игре это ничуть не помешало стать хорошей и если даже не шикарной как бы то ни было я пару дней наслаждался атмосферой данной игры и новой истории на удивление пусть она и более проста чем в первой части но думаю хватит моего бурчания давайте приступим к разбору сюжетки начинается все с того что главный герой по имени мамкин бродяга папкин симпатяга мучиться на своей мелкой колымаги с палочкой от чупа-чупса вместо пулемета поисках загадочного райского города эдмонтон где-то в ле канаде так или иначе дорога заводит нашего героя в земли сэма бродяга пытается выяснить есть ли где-то карта местных земель и знает ли кто о городе эдмонтон в ближайшем городке ему советуют спросить у некого знатока карт говорят очень большой знаете ли специалист но и естественно мы премся туда и спрашиваем у этого гражданина пояснения по поводу карт и тут оказывается что мужичишка то по другим картам спец по игральным и об обычных он знать не знает ему нафиг не нужны но бродяга малость того но это он туповат немножко и бычет значит бродяга бычет на гражданина тот советует ему посетить и некую библиотеку только предупреждает что библиотека сия принадлежит никому сэму но земли сэма естественно библиотека принадлежит сэму бродяге в лом мирно просто спросить разрешение посмотреть карту и он решает прибегнуть в схеме коллективизации ну то есть сам себе разрешил зайти и посмотреть и взять чё надо естественно его ловят далее сэм местный главарь всего и вся объясняет бродяге что он как бы берега попутал и негоже пользовать чужое имущество без спроса тут к слову всплывает попытка разработчиков оживить диалоги да да персонажи бродяги и сэма довольно резво и карикатурно дергаются где-то это интересно а где-то просто не к месту это к слову вызывает поначалу жуткое раздражение потому что сэм постоянно бьет тростью без причины и дергает головой не пойми как а у бродяги и голова явно меньше спортивного шлема что напялен на него и шлем постоянно спадает ему на глаза вот так или иначе сэм ставит перед бродягой ультиматум или он сразу его прибьет или бродяга будет участвовать в смертельной битве и тут я чуток прифигел ибо правил схватки нам вообще не говорили и поначалу фиг его поймет что надо делать короче поединок этот что-то наподобие сумма кто кого вытолкает за пределы ринга тот и победит а за пределами ринга есть турели которые охотно изрешить от любого кто там окажется в общем победив в схватке сэм восхищается нашим доблестным бродягой его мастерством вождения и предлагает поработать на него естественно бродяга не очень то и сопротивляется да и по правде сказать бродяга по сюжету судя по всему то еще гопота и особо морально он в принципе ничем не обременен но это вы дальше поймете почему и как в общем поначалу сэм держит нас на побегушках потом дает поучаствовать в гонке гонка это конечно то еще удовольствие в общем если будете проходить игру то на уровне с гонкой налейте кофе а то можно заснуть чего доброго настолько динамичная гонка а вот после гонки уже нам доверие дяди сэма подросло и он начинает давать нам ну стоящие мужицкие задания первым таким заданием становится наведение порядка на границах земель сэма там якобы бандитос гонятос фермеритов мирных обижантос едем короче туда и ломаем рога бандитам которые почему-то называют себя стражей правопорядка ну а потом заодно и честно с фермерос по имени вор и о чудо у вора бродяга находит старинный свиток который на самом деле кинопленка а на ней запечатлен момент ядерного или ядреного взрыва короче дядька сэм сразу начинает пускать слюни и биться в припадках экстаза предвкушая как он получит заветную ядреную кнопку и будет править миром угрожая нажать ее поэтому он приказывает главному герою мандулить к хозяевам свитка и раздобыть еще таких же свиточков дабы узнать что там и как и есть ли способ заполучить данное оружие а то знаете ли папать на одно и то же видео и на одни и те же кадры ядреного гриба не очень-то и круто короче едем в городок и на въезде нас встречает крендель которому почему-то кажется что мы обязательно хотим отдать ему наши кровные туго реки по ходу дела обломав ему рога и колеса колесим в город в городе узнаем что за данного кадра положена награда солидная такая награда он оказывается давно терроризирует местных городишко а угандо хоть его ни у кого духу не хватило вообще как этот город до сих пор не захватили ума не приложу в данном же городке встречаем старую знакомую нашего главного героя одноглазую никак они познакомились ни почему они знакомы об этом нам вообще не говорят ну просто старая знакомая одноглазая получаем награду и задание получаем тут же помочь с патрулем их капитану америго едем патрулировать с этим капитаном америго и не забываем столкнуться с призабавнейшим багом когда два авто моргают друг другу выясняя кто первее должен ехать к слову эта фишка такая в этой части игры если вы стоите на пути мирного жителя на авто он вам будет моргать показывая что хочет проехать короче сходив за чаем и в тайную комнату я принял решение волевое должен сказать пододвинуть одного из этих нпс чтобы квест все-таки сдвинулся с мертвой точки а то так и до утра было недалеко да долго собственно я ждал где-то на середине пути на нас нападает бандитос и мы открываем огонь убив бандита видим кат сценку в которой капитан америго возмущен тем что мы без приказа начинили свинцом бандитов и приказывает нас атаковать в ходе схватки капитан америго умирает от разочарование в том что мы более живучие чем он затем мы возвращаемся в город к одноглазой хотя после такого она должна стать еще и беззубый одноглазая искренне удивляется тому что америго предатель а это значит что нам надо будет наведаться на их базу удивительно они знают где база бандитов но ничего не могут с ними сделать ну что ж мы едем на базу бандитов и там на базе мы встречаем некого персонажа ветер этот крендель очень похож на батю главного героя из первой части игры но мы то знаем что тот батя танкист почил смертью храбрых или может не почил может он прикинулся ветошью чтобы отделаться от надоедливого спиногрыза как вы думаете короче ветер рассказывает бродяге что он ехал в леканаду но бандиты его взяли в плен и он тут дух потихоньку главный герой сразу спешит разочаровать старичка ветерка тем что единственный мост в леканаду находится под охраной дяди сэма и туда никому не проехать но оказывается что ветер хотел попасть в леканаду с помощью парома вот так новость и бродяга тут же переобувается он рассказывает что на кой ему сэм какая-то одноглазая когда тут паром веди меня ветер веди и едет за ветром к парому приехав к маяку нам дается задание включить этот самый маяк и вот тут я признаюсь я тупанул сильно поначалу я думал что моя задача оборонять ветерка пока он колдует над маяком а учитывая что бандиты в меридиан 13 а горится с очень больших расстояний ну то есть вы их не видите они вас видят и уже даже стреляют и попадают по вам то моя уверенность в таком исходе квеста только крепла в общем волны накатывающих снова и снова бандитов намекали как раз именно на такой крест но как оказалось нет завершить квест данный можно сразу просто пододвинув один из фонарных столбов машиной ну а дальше происходит то что я называю сценарной импотенцией уж не знаю видимо тот кто писал сценарий этой игры конкретно в этом месте просто либо срать хотел либо я не знаю он спать хотел поэтому мы имеем такой вот сюжетный твист короче ветер задвигает философскую муть нашему гопнику еще бы кому как не гопнику объяснять про философию ну правда ведь да он ведь как раз в этих тонких материях разбирается ну и ветер пропадает куда-то видимо бродяге было так интересно что он пока слушал это ну пошел поссать или посрать попутно в общем ветер пропал а появились они роботы и тут же одноглазая вызывает бродяжку на подмогу роботы роботы атакует крепость бяда ну и короче бродяга вновь вспоминает что у него есть подруга одноглазая и он мчит на помощь да на заметочку на подъезде к городу не забудьте сохраниться ибо сейчас начнется самая и панутая миссия этой игры тому кто придумал данную миссию надо просто шуруп в голову всверлить нет правда я на полном серьезе миссия самая тупорылая в игре одноглазая говорит что они эвакуируют город а наш ковбой бибоп назвал бы его долбоебом походу да так и надо назвать решил в дот залезть да там где дробовик и оборонять город дробовик самый медленный просто ужас признаюсь честно я прошел данную миссию раза с 50 то ли это мне так не повезло то линка не знаю что то не так я уже и на форум лазил заходил читать тактики и стратегии прохождения этой миссии к слову с этой миссией процентов у 90 игроков возникали жесткие трудности и на форуме часто читал о том как максимально быстро пройти данную миссию делается сохранение в начале миссии и данный чудо квест можно пройти лишь словив баг робота когда они толпятся на входе в базу потому что по-другому скорострельности и урона дробовика просто не хватает даже если стрелять по критическим точкам роботов не хватит у вас скорострельности в общем с горем пополам и обильными походами в кино с мамкой разраба данного квеста я его прошел разобравшись с роботами выясняется что эти жители хитрюги свалили из города прихватив не просто все самое нужное они и кинопленки прихватили естественно наш бродяга их догоняет и просит плату за свою доблестную работу и охрану из-за чего одноглазая начинает бродягу чморить самыми распоследними словами ну и ей в голову приходит самый лучший варик что стрелять в того кто только что в одну каску разобрал кучу роботов но это очень классная идея до логика логика покинула чате к игре но да ладно берем пленки и дуем к сэму оказывается что сэм в истерике ибо откуда не пойми взялись куча роботов сэм выдает нам танк и говорит ты как бы чувак обороняй нас пока а я узнаю где это чудо оружие в принципе находится ездим на танки убиваем кучу роботов жуков и да как ни странно но с роботов тут падает просто огромная куча местной валюты доллары видимо роботы те еще любители шекелей конце обороны танк благополучно развалился на куски и мы едем на авто мосту в ту самую или канаду как раз таки оказывается там и находится чудо оружие в общем перебравшись через мостик сэм устраивает игрище кто первый найдет оружие то ты молодец дядька сэм его похвалит но не успела игра начаться как появляется вертолет и сбивает глыбу над головой главного героя данная глыба так и норовит раздавить очень торопясь едем от этого камешка в ближайший город там ближайшем городе узнаем что есть поселение тут у которого имеется летательный аппарат сходный но конечно наш гопник хочет очень сильно с ними поговорить и объяснить что так делать некрасиво сбивать камешки над водителями но когда мы добрались в нужное поселение то в поселении нас уверяют что машина у них давно не на ходу и не летает а летает тут только странный человек который прилетел и наладил производство роботов а заодно стал хозяйничать на этих землях и что-то тут разнюхивать в поисках оружия главный герой попадает на старый завод и уничтожает кучу роботов тут же как клопы выползают местные жители и сообщают что роботы пришли начали хозяйничать и штамповать себе подобных ну бродяга естественно узнает из плакатов по ходу дела что это именно тот город который он искал город эдмонтон он находится в ле канаде эх и этот город разрушен город мечты бродяги главный герой в бешенстве просто в бешенстве и он едет к источнику роботов по дороге он встречает механика который рассказывает что он знает как остановить роботов механик оказывается построил управляемого робота чтобы на нем можно было безопасно пробраться в город роботов без боя и уничтожить нужный генератор который питает все в этом заводе но для начала нужны запчасти ну естественно куда ж мы без всякого бэк-бэк трекинга ну действительно тут нас смотают из одного конца карты в другой вот честно ненавижу бэк-трекинг и вообще подобные задания когда надо вот по этим учим улочкам туда-сюда ездить бесит просто бесит это уже просто растягивание игры привозим запчасти садимся в робота и дуем на завод роботов генератору взрываем данный генератор кстати без проблем он очень быстро взрывается и едем обратно попутно отстреливая роботов на выезде встречаем тот самый вертолет и вот так внезапность вертолетом управляет главный герой прошлой части игры оказывается он заодно с араком и стал его эмиссаром долго не думая бродяга сбивает вертолет и узнает из архивных видеозаписей что сэм скоррифанился с эмиссаром он не думая продал всех своих людей за мега оружие мега оружие шедевр но об этом потом бродяга в ярости от того что сэм позволил себе так быстро переобуться вот так новость главный герой сам недавно переобувался на ура и тут он прям распереживался от того что кто-то другой точно также резво сменил сторону короче мстя полная мстя едем к мосту и видим что мост подорван на связь выходит тот самый механик который говорит что все еще есть паром ну да главный герой забыл про паром хотя это и неудивительно с его-то памятью золотая рыбка круг проплыл и снова здрасте но не все так просто с парома оказывается сняли двигатель и сняли его владельцы не работающего вертолета едем к ним и выкупаем движок ну и снова бэктрекинг черт бы его побрал долбан и бэктрекинг перебираемся с помощью парома обратно и дуем на встречу с дядькой сэмом и чтоб вы думали чудо оружие сэма это комбайн до комбайн где-то я уже такое видел ах ну да в серьезном сэме наверное серьезном сэме отсылка на эту игру сам же поединок сэмом не шибко сложный сносим ему кукуху и смотрим финальную заставку в которой выясняется что бродяга просто занял место сэма и если ли канада не оказалась тем самым раем что он хотел то он тут сделает для себя рай и все титры игра пройдена ну что ж игра была хороша для своего времени и сейчас она тоже очень хороша на удивление я прошел ее с большим интересом да тут есть баги тут есть откровенные ляпы сценария но это продолжение позволяет взглянуть на историю обычного гопника с большой дороги и если в первой части главный герой преследовал какую-то глобальную цель то в меридиане 113 главный герой просто преследует свою личную собственную такую уникальную мини цель приехать в город мечты без желания помочь всем он лишь хочет попасть город своей мечты и обрести свое собственное мини счастье на этом простом желание и строится весь сюжет игры но это все даже x машина которую мы любили тогда и которую мы любим сейчас на удивление картинка даже спустя 15 лет выглядеть довольно прилично а наличие физики разрушения и отображение всяких вмятин и пробоин от оружия это вообще выше всяческих похвал в то время это вообще башню срывало а ныне данным может похвастаться war thunder от гайджинов которые к слову поглотили торгем games cross out все тех же торгем games ну почти все есть еще кое-какие игры но их не так много с подобным рэгдоллом в общем думаю что данная игра достойно заносится в золотой фонд игр ну а на этом дорогие друзья я с вами должен попрощаться не забывайте подписаться на канал и бить в колокол и писать ваши комментарии также не скупитесь на инвестиции ваших лайков под этим видео это позволит мне взяться за новую ретро игру чтобы предаться воспоминаниям а заодно и сколыхнуть их у вас благодарю вас за поддержку какой бы она ни была монетой спонсорской подпиской или обычной подпиской комментариям лайком или репостом вы прекрасны пока пока дорогие друзья бип-бип